здравствуйте дорогие друзья добро пожаловать на мой канал немножко девочки сказали снимать вот я решила снять о таратата птички поют прекрасная весенняя погода в том месте где мы живем итак ребята чем рассказать на як сама это как я себя все сама ощущает вот такая красивая дорожка я по ней погуляю вместе с вами так вот прекрасные пейзажи дальние горы и луга девочки пишет спасибо вам большое за вашу поддержку то что помните переживаете реально очень приятно и вот когда много раз повторяющийся вот вопрос мы так рады что у вас все налаживает наверное я понимаю что это у вас включается режим не у меня у вас режим самоуспокоение то там же все налаживается только все разваливаться началось ребята только все началось разваливать то есть да мы в безопасности но реально я человек который научил себя за годы работы с цветами за годы работы на себя на да вот вот у меня есть такой очень хороший прекрасный вот такой вот автоматический режим да а что будет дальше через полгода что через год что и как бы да что мне сделать чтобы через год там у меня было вот это что как бы сейчас у меня эти вопросы практически нет ответов и да сейчас хорошо мы в безопасности у нас есть крыша над головой нас есть комната до нас нам помогают решают вопросы которые мне нужно было очень срочно решить и слава богу это просто самое важное что сейчас происходит да в этом плане реально все бомбически нельзя это все очень очень налаживается но в основных сферах это полный провал это полная непонятка вообще непонятно что я нахожусь в другой стране работы здесь как таковой нету так как если вы помните у меня были и остаются проблемы с руками я не могу выполнять ту работу которую все выполняют у людей нет знания языка да вот самая такая я такой работа не боюсь мне в принципе окей ради бога но физически я не могу ее выполнить потому что у меня чуть небольшой контакт с водой мне сразу идут трещины до крови на руках и но это но это ну сами понимаете что уже такой вариант работы нет знания языка нету вот что то мы там учим но она так как мы живем вот в провинции у нас нет учителя который к нам приезжает там или допустим хотя бы раз в неделю у нас такой вот интенсивный урок производился по языку чтобы хоть как-то ассимилироваться потому что девочки которые живут в городе у них есть волонтеры которые помогают которые учат они уже два месяца штудирует языки уже немножко в теме уже немножко понимают у нас такой возможности нет потому что детей я не могу оставить и поехать 40 минут в город 40 минут назад ну что очень много других вопросов и ну это вот знаете тем более что когда начинались эти курсы здесь были к видные ограничения и мы не могли пользоваться общественным транспортом как бы возможно ждем когда будет лето может быть что-то организуется дальше но все равно это уже да вот два месяца мы уже не изучаем язык до пытаемся что-то сами что-то через google что-то через программы что-то на ютубе но это все равно не тот темп который допустим нужен да для качественного овладения языком вот до налаживается все реально налаживается это я просто вам объясняю что я понимаю прекрасно что есть ситуации гораздо хуже реально понимаю но опять же вот это моя закалка что через полгода что через следующие полгода через год полтора и два вот понимая сейчас допустим ситуацию вот муж вернулся домой я вам отдельно сниму видео все-таки что-то осталось из моих цветов практически все фиалки пропали под ноль в общем то попрошу его снять видео надеюсь что он это сделает загрузит и короче этом вам порассказываю более детально вот дома работы нет люди в депрессии в очень удушенном состоянии все предприятия закрываются очень много сокращений все рушится сейчас мы еще знаете как есть такое понятие вот когда машина едет до бензин заканчивается и машина едет на парах говорят вот мы сейчас наша страна украина едет на парах на вот этом остаточном что осталось от бензина того который был раньше залить поэтому вот сейчас ну да вот такая ситуация и я смотрю на ситуацию дальше да стараюсь я заставляю себя это делать как бы мне не сложно было я понимаю что первых мне нужно жить в стране у которых в которой прожиточный минимум гораздо выше чем я могу и зарабатывать чем я зарабатывала еще до войны понимаете то есть уже энергетически надеется что дальше вселенная поможет там всякое такое да возможно что да поможет я уверена что что-то настроиться что что-то сделается как-то что-то там да как-то все делает меня возможное чтобы я в дальнейшем могла до обеспечить свою семью сейчас то есть рядом картинами пытаюсь заниматься пытаюсь как-то учить язык настраиваю коммуникации с кем можно чтобы хоть какую-то работу предоставили понимаете то есть как бы возвращаться в украину опасно медики выехали медики не возвращаются потому что люди с медицинским образованием нужны здесь везде потому что ковид все подкосил и понимаете у меня основная задача сейчас это именно не нужно нормальная медицинская не обследование обследование уже было да вот лично для моей семьи да это основной момент безопасность и основной момент это медицина той страны в которой я нахожусь вот поэтому сейчас сейчас кстати да я могла похайпиться знать это поначалала пора рассказывать вам я не могу меня вот этот вопрос и я просто стараюсь максимально его обходить потому что я понимаю что это не надо мне сейчас и вообще я не буду об этом рассказывать просто вот сейчас да для меня вот важные критерии и у меня есть реально вот знакомые в украине очень близкие знакомые которые в медицинской сфере работают и вред что медики медперсонал выехали когда была эвакуация девочки там многие медсестры все да такие вот ну я не говорю что все выехали а что вот именно такие профессии и возвращаться не собираются потому что здесь за границей им карт бланш да не нужно подтверждать образование они едут устраиваются и работают потому что после к вида очень сильно поредели ряды медработников в европе и соответственно для них люди которые уже обучены которые умеют и знают как они для них очень важны и в принципе да принимает и мы знаем даже эту информацию находясь здесь мы эту информацию слышали и прям вот в открытых чатах говорят что вот принимают и так далее поэтому для меня эта часть очень важно потому что именно здоровье до привелось сюда и чтобы это здоровье поддерживать чтобы быть здоровым дальше нужно находиться в том месте где есть качественная медицина вот значит идем дальше до точки отправные значит нужно качественная медицина страна и нужно зарабатывать деньги которые достаточно большие для нас и для моей страны я реально понимаю что в украине эти деньги я не заработаю эти деньги не заработает мой муж потому что все рушится экономика рушится медленно но уверенно и она будет рушиться дальше все будет усугубляться усугубляться еще это но я считаю что я стараюсь трезво смотреть на это все поэтому вот у меня сейчас вот как она налаживается с одной стороны налаживается а с другой стороны сейчас немножко прогуляемся назад а с другой стороны ты понимаешь что что будет через полгода что будет через год и ты не знаешь вообще ничего у нас каждый раз меняются условия то одно нам говорят то другое постоянных каждодневные изменения мы какой-то космосе вот невесомости не за что уцепиться не за что уцепиться поэтому да налаживается в том плане что мы не каждый день не ждем что нам на голову ракета прилетит вот как жители которые остались в украине которые живут там но мы находимся в той же ситуации невесомости не знаем что будет дальше как будет дальше может там что перекрутит у наших великоможных ребят и мы такие до свидания ну реально я рассматриваю любые варианты для меня конечно с прогнозами очень сложно что-либо сделать вроде бы как бы говорят девочки не переживайте будет работа там еще 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 но просто реально понимаешь что все это только слова и как бы нет еще у нас в окружении девочек которые вот именно сейчас данный момент уже работают нашли работу и могут себя обеспечить необходимым до для дальнейшей жизни вот ну вот такая вот у нас стабильность вот такая вот на налаживаемость я очень рада что вы так думаете я надеюсь что тоже будет все налаживаться и будет все окей потому что реально пока что до налаживания еще думаю это лет лет и лет потому что нужно знать язык нужно понимать будет ли эта страна дальше не то чтобы помогать даже дело не в этом мы уже столкнулись с тем что вот есть люди которые да если люди которые нет но эта тема отдельного видео если я смогу осилить это я расскажу но большинство люди доброжелательные и в том плане что вот не знаешь как делать я бы уже эти цветы здесь начала выращивать не знаю как это все можно реализовать где продавать вырастет не вопрос где продавать потому что здесь все не так организованы совершенно другие экономические процессы финансовые и ну все совсем по-другому поэтому ну как-то будем крутиться как-то будем что-то думать но сейчас вот опять же процесс подвижен состоянии продолжается нет опоры единственная опора это сейчас мне решить вот вопрос по здоровью и возможно потом вот как-то уже буду более же сконцентрировалась на одной из задачи которую нужно сейчас решить сейчас разрешаем этот вопрос а потом параллельно решают другие там с картинами все возможно там то что осталось цветов что-то будет продаваться и тоже неизвестно но вспомните ситуацию когда ковид бахнул да и нас закрыли всех на карантин помните эту ситуацию да вот это в тысячи раз хуже полная безнадёга но главное что живы главное что мама жива в порядке наш поселок более менее целый и вот это вот это вот это радует но то что работы нет то что у людей денег нет то что все очень финансовые точки зрения и морально тяжело очень тяжело и грустно 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 стараюсь держаться да я вам говорила что я не буду плакать вот столько буду кикать как мне многие русские писать да и продолжать кстати это вообще я сначала думал что это наверное но ребята я не знаю ну да еще и до пропаганды нас украинцев что хейтили как хотели гэ не то говорите что вы коверкаете русский великий русский могучий язык да это не мой родной язык девочки реально я когда встретилась в турции с человеком и ты там стоишь пытаешься эти цифры на турецком сказать боже так он радостно бежал обнимал целовал уже какая молодец и турецкий пытаешься учить понимаете а в русском языке букву г не так сказал все вот такие вот дела ладно дорогие хорошего дня прекрасного настроения у нас